здравствуйте ребята я рада приветствовать вас на уроке биологии и приглашаю вас в наше путешествие по организму человека тема нашего урока здоровье человека и профилактика заболеваний сегодня на уроке мы вспомним что включает себя понятие здоровья и факторы влияющие на него рассмотрим основные гигиенические правила и нормы которые необходимо соблюдать для предупреждения или профилактики заболеваний человека всемирная организация здравоохранения понимает под определением здоровья полное физическое умственное и социальное благополучие в узком смысле здоровье можно определить как физическое и психическое состояние человека которое дается ему через чувства ощущения самочувствие это субъективное отражение здоровья человека зависит от многих факторов наследственности условий жизни возможности своевременно обращаться за квалифицированной медицинской помощью в случае болезни многие заболевания определяются и отношением людей к их собственному здоровью использование грязной питьевой воды приводит к распространению инфекционных заболеваний холеры дизентерии употребление несвежих продуктов может вызвать отравление непроваренное или непрожаренное мясо или рыба плохо вымытые овощи или фрукты могут быть причиной заражения гельминтами на состояние здоровья людей оказывают отрицательное влияние шум вибрации стрессы загрязненный пылью дымом выхлопными газами воздух вызывает заболевание дыхательных путей курение табака чрезмерное употребление алкоголя приводит к серьезным заболеваниям отсутствие правильного питания физических занятий режима отдыха также вредит здоровью ветхое жилье может стать причиной несчастных случаев и трагедий не отремонтированная отопительная система система водоснабжения неисправная электропроводка утечка бытового газа могут привести к затоплению пожару взрыву и повлечь за собой смерть людей сохранение и поддержание хорошего здоровья должно стать обязанностью каждого гражданина ведь от здоровья каждого человека зависит здоровье и благополучие всей нации в целом не случайно одним из важнейших показателей уровня культуры и образования народа социального и экономического развития страны является показатель продолжительности жизни ее населения в среднем продолжительность жизни человека в развитых странах у мужчин 73 года у женщин 77 лет сохранить здоровье человек может только при здоровом образе жизни для того чтобы прожить долгую полноценную жизнь недостаточно родиться здоровым здоровье создается и поддерживается человеком на протяжении всей жизни важное место в этом процессе занимает соблюдение гигиенических правил и норм давайте рассмотрим основные из них тело необходимо содержать в чистоте кожа выполняя свои функции выделяет на свою поверхность кожное сало пот загрязняясь она теряет многие свои функции становится средой для размножения болезнетворных бактерий появляется неприятный запах умываться нужно проточной водой ежедневно утром и вечером тщательное мытье тела теплой водой губкой или мочалкой с мылом нужно проводить не реже одного раза в неделю руки следует мыть несколько раз в день после работы туалета перед едой при мытье важно обращать внимание на под ногтевые пространство здесь сосредотачивается до 95 процентов микроорганизмов находящихся на коже рук а также могут быть яйца глистов ногти на руках и ногах следует стричь не реже одного раза в неделю длинные ногти притупляют чувство остязания под ними собирается грязь многие следуют ежедневно мыть перед сном если они сильно потеют надо пользоваться специальными средствами по уходу за кожей ног внешность человека во многом зависит от состояния его волос регулярное мытье основной способ ухода за волосами вода должна быть мягкой намыливать волосы лучше мыльной пеной или шампунем сушить волосы лучше мягким полотенцем частое использование фена приводит к пересушиванию и ломки волос для улучшения роста волос их полезно время от времени подстригать расчески должны быть индивидуальными содержаться в чистоте гигиена одежды и обуви одежда должна быть подобрана по росту и размеру тела соответствовать погоде желательно чтобы ткани из которых сшита одежда хорошо сохраняли тепло были воздухопроницаемые а для нательного белья и гигроскопичные этими свойствами обладают натуральные ткани важно чтобы обувь подходила по размеру тесная обувь сдавливает стопу приводит к ее деформации нарушает кровообращение гигиена питания правильное питание необходимое условие для нормальной жизнедеятельности организма то есть для здоровья состав пищи должны входить питательные вещества растительного и животного происхождения витамины и балластные вещества то есть клетчатка последнее в нашем организме не переваривается но стимулирует моторику кишечника пища съеденная с аппетитом усваивается лучше пробуждает аппетит привлекательный вид приятный вкус и запах пищи полезно в начале еды употреблять блюда способствующие усилению выделению пищеварительных соток это различные закуски пища не должна быть слишком горячей употребление пищи температура которой выше 50 градусов может привести к хроническому воспалению слизистых оболочек пищевода и желудка нельзя злоупотреблять и специями горчицей перцем уксусом луком и чесноком они также могут вызвать раздражение слизистых оболочек вредно для пищеварительной системы сухоедения питания бутербродами полноценное питание должно обязательно включать в меню горячие блюда супы каши питаться лучше 4 раза в день распределяя потребление пищи следующим образом завтрак 25 процентов второй завтрак 20 процентов обед 30 процентов ужин 20 25 процентов взрослые люди могут питаться три раза в день питание должно быть умеренным переедание отрицательно влияет на органы пищеварения приводит к ожирению пищу следует тщательно пережевывать тогда она лучше усваивается во время еды следует отвлекаться читать книгу смотреть телевизор слушать радио ужинать надо за 3-4 часа до сна после каждого приема пищи требуется ополоснуть рот очистить зубы от остатков пищи гигиена опорно-двигательного аппарата на его развитие влияет наследственность качество питания и физические нагрузки красота и здоровье нашего тела во многом зависит от его осанки осанка это привычное положение тела человека в покое и при движении правильная осанка обеспечивает нормальную работу внутренних органов сердца легких желудков и органов движения признаки неправильной осанки сутулость усиление естественного изгиба позвоночника в грудной или поясничной областях боковое искривление позвоночника следить за осанкой необходимость детства во время работы за столом нужно сидеть прямо слегка наклонив туловище и голову расстояние между грудью и столом это ширина ладони а от глаз до рабочего места 30-35 сантиметров ноги должны упираться в пол или специальную подставку локти лежать на столе при переносе тяжести нагрузка на мышцы должна распределяться симметрично и быть посильной школьные учебники лучше носить в ранце или рюкзаке на формирование осанки сильно влияет состояние стопы в ряде случаев неправильно подобранная обувь длительное стояние и хождение переноска больших тяжестей избыточный вес все это является причиной воздействия на стопу стопа теряет сводчатую форму развивается плоскостопия для предупреждения плоскостопия делают специальные упражнения полезно летом ходить босиком носить обувь на небольшом каблуке при значительном плоскостопии применяют специальные стельки супинаторы гигиена сердечно-сосудистой системы здоровье человека во многом зависит от того как снабжаются кровью органы нашего тела хорошее кровоснабжение органов зависит от работы сердца и состояния сосудов на состояние сердечно-сосудистой системы влияют физические нагрузки при активной мышечной деятельности сердцу требуется дополнительные усилия нагрузки близкие к предельным и последующий отдых обеспечивают тренировочный эффект сердечная мышца становится толще сердце крупнее тренированное сердце может выбрасывать за одно сокращение больше крови и выполнять больший объем работы с меньшими энергетическими затратами гигиена дыхания важный показатель развитости дыхательной системы это жизненная емкость легких это объем выдохнутого воздуха после глубокого вдоха жизненная емкость зависит от возраста пола роста человека а также от степени тренированности человека занятия спортом дыхательной гимнастикой влияют на развитие дыхательной мускулатуры увеличение выносливости подвижности грудной клетки эластичности легких наиболее благоприятно для человека ритмичное дыхание через нос чистым сухим воздухом недопустимо табакокурение употребление алкоголя и наркотиков гигиена органов чувств органы чувств служат источником информации об окружающем нас мире достоверность и полноценность информации зависит от состояния этих органов в настоящее время органы зрения человека часто вынуждены работать с большим перенапряжением поэтому очень важно создать для глаз такую обстановку чтобы она облегчала их работу помещение рабочее место должны быть правильно и достаточно освещены наилучшим является дневное освещение свет должен падать спереди и с левой стороны вечером необходимо пользоваться настольной лампой расстояние от глаз до книги должно быть не меньше 30-35 сантиметров при длительной работой с книгой нужно через 30-40 минут устраивать 10 минутные перерывы в нашу жизнь прочно вошло телевидение оно оперативно представляет нам обширную информацию но злоупотреблять им не стоит длительный просмотр телевизионных программ вызывает перенапряжение нервной системы ухудшает память ослабляет внимание снижает остроту зрения способность различать цвета исходя из гигиенических норм время просмотра телевизора для старших школьников не должно превышать полтора часа все больше и больше в учебе на работе мы пользуемся компьютером чтобы избежать его негативного влияния на здоровье важно правильно организовать свою работу расстояние до монитора должно быть от 60 до 70 сантиметров размер его экрана по диагонали должен быть не менее 31 сантиметра экран должен быть с фильтром первым правилом гигиены органов слуха является содержание их в чистоте слуховой проход в котором скапливается ушная сера грязь следует промывать теплой водой или с помощью ватного тампона очищать слуховой проход твердыми предметами недопустимо при некоторых заболеваниях может возникнуть воспаление среднего и внутреннего уха при боли в ухе следует немедленно обратиться к врачу самолечение недопустимо так как заболевание ухо может привести глухоте на слух отрицательно влияет сильный шум в том числе очень громкая музыка на дискотеках и через наушники он утомляет нервную систему снижает работоспособность человека притупляет слух гигиена нервной системы оптимальный режим дня предотвращающий утомление нервной системы должен предусматривать чередование умственного и физического труда после школы следует сначала активно отдохнуть заняться спортом и помочь родителям по дому приступая к выполнению домашних заданий важно помнить что работоспособность человека в течение дня меняется достигая наивысшей активности в периоду от 10 до 13 часов и до 16 20 часов в работу следует включаться постепенно во время работы делать небольшие перерывы 5-10 минут полезно во время перерыва встать походить сделать несколько простых физических упражнений наиболее сложные задания желательно выполнять в периоды наибольшей активности после приготовления домашних заданий полезно погулять на свежем воздухе заняться спортом или физической работой во многом здоровье человека зависит от его душевного равновесия его умение владеть собой строить отношения с людьми от психологического климата в семье и коллективе важно также уметь сдерживать свои отрицательные эмоции развивать в себе чувство самодисциплины стресс это общая реакция организма на воздействие сильных внешних или внутренних факторов резкая смена температуры может вызвать температурный стресс принятие больших доз лекарственных препаратов лекарственный стресс неординарное событие в жизни человека эмоциональный стресс эмоциональный стресс наиболее распространен начинается он состояние тревоги на этой стадии мобилизуется все защитные силы организма в кровь выделяются гормоны которые усиливают обмен веществ активнее начинают работать все органы нашего организма организм противодействует стрессовому фактору и при благоприятных условиях справляется с негативной ситуацией если стресс продолжается долго может наступить стадия истощения это приводит к развитию различных болезней хорошо снимает нервное напряжение быстрая ходьба подвижные игры успокаивающее действие оказывает на организм человека прослушивание мелодичной музыки общение с близкими людьми или домашними животными для быстрого снятия стресса рекомендуется сделать несколько ритмичных глубоких дыхательных движений завершая наш урок я предлагаю нам вспомнить основные вопросы которые мы рассмотрели сегодня на уроке форме тезисов утверждений и сегодня на уроке это будет один главный тезис для сохранения здоровья человек должен вести здоровый образ жизни соблюдать гигиенические правила и нормы ребята обратите внимание на информационные ресурсы которые были использованы для подготовки к уроку будьте здоровы ребята до новых встреч увидимся на следующем уроке программа в поиск